Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мой быт, мое занятие спортом, мое общение с близкими, мое нахождение в том месте, где я накатиться хочу Ну, как любой законопослушный гражданин, я, естественно, начал жаловаться Я не знаю, вот из присутствующих, может быть, и перебит мой рекорд У меня за два года более 30 обращений по доброделу именно касательно свалки И на все эти обращения я получаю полную, полную, полную зеркальную, то есть, ну, как под копирку Принтер выдает бумагу, такое ощущение, что у них готовая пачка лежит И они это отправляют, что все нормально, дышите ровно, все будет отлично, все великолепно и так далее Я понял, что это не работает Давайте пойдем в суд Ну, пошли, подпадали исковое, вышли в суд В суде начали твориться еще более интересные вещи То есть, я всегда считал, что Министерство экологии и Министерство жилистно-коммунального хозяйства Подмосковья Это как бы структура, которая создана на мои налоги И она обязана создавать для меня благоприятную окружающую среду Следить за экологией, следить за размещением и утилизацией мусора А на суде ситуация оказалась, опять же, противоположной То есть, у нас основной ответчик, это эксплуатант Они сбиваются сразу в кучку и сидят и обсуждают этот вопрос местечком То есть, и стоят, когда идет слушание, они стоят горой просто за компанию Skyway Просто горой Мало того, представителям Министерства хватает совести говорить ответчикам Ну, я уже себя, ладно, бог с ним, я уже наслушался, чего только не слышал Говорить людям, которые присутствуют слушателями на суде, что Вы жили на помойке, что вы вообще возбухаете? Вы жили на помойке и дальше живите, что вы хотите? И я понимаю, что этот представитель, он не будет завтра уволен За то, что он по-хамски себя ведет Он будет продолжать свою деятельность, получать бюджетную зарплату Хорошо себя чувствовать И он будет ездить в Клин, в Волоколамск, на эти слушания, на судебные заседания И говорить то же самое И я понял, что и это не работает Ёлки-палки Тогда что-то надо менять, я так думаю Потому что, ну, мне кажется, если дальше Вот пытаться стучаться стеной в бетонный блок То от этого ситуация не поменяется Вот я очень благодарен всем, кто сегодня пришел Низкий поклон вам Что вам не все равно, что вы все-таки решили для себя потратить выходной день Это, ну, достаточно... Это ценная вещь Тем более, она вдвойне ценна, что сегодня не воняет Вот вчера в пять утра меня выкинуло из кровати Я живу в двух километрах от помойки Вот А вы сегодня вот решили убить свои выходные Для того, чтобы нас послушать Возможно, и в перспективе нас поддержать Значит, и немножко поупражняемся Я тут на днях, буквально там несколько дней назад Прочитал победные релакции Установлен второй факел И все будет теперь сжигаться Там, четыре тысячи кубов Давайте Ну, все, в основном, конечно, взрослые люди Давайте немножко вспомним математику Значит, у нас мы имеем два факела Которые сжигают по заверениям И по паспортным данным, кстати, эксплуатанта Четыре тысячи кубов свалочного газа Все победно об этом сообщили По телевидению, в прессе и так далее Значит, а я вам дополню эту информацию Значит, по паспорту проектанта Для сжигания четырех тысяч кубов свалочного газа Необходимо в четыре раза больше воздуха То есть при сжигании четырех тысяч кубов Сжигается шестнадцать тысяч кубов воздуха Значит, чтобы проще было Мы переведем это в литры Это шестнадцать миллионов литров в час В один час Значит, вот мне не даст соврать эколог Содержание кислорода в воздухе, в окружающем Оно где-то в районе двадцать-двадцать один процент Так вот, в час эти два факела сжигают Почти три с половиной миллиона литров Вы понимаете? В час И я не понимаю эффективность этой установки И я не понимаю, зачем мы ее туда поставили По наличию фильтров из Крубера Мы каждый раз и в суде поднимаем этот вопрос Что, ребят, ну вы, да Вы как бы делайте, что хотите Привезли, они отказываются Они говорят, это не мы То есть арендуют землю под полигон одни Эксплуатируют факел другие Сначала один говорит, что это наше Потом не наше и так далее Как крайних не найти Я говорю, ну хорошо Но вот на суде был эколог полигона Я ему говорю Укомплектована установка Ну вы же эколог Вы отвечаете за воздействие на окружающую среду И так далее Это ваши функции Укомплектована? Он, я не знаю Я говорю, слушайте Ну, фильтр имеет размеры Два с половиной на два с половиной На шесть с половиной метров Как можно не увидеть это? Скрубер самый простой Имеет вес девяносто тонн Как это можно не увидеть? Если этого нет И на это все закрывают глаза Это неправильно И это надо исправлять И чем быстрее, тем лучше Теперь вопрос тоже поднимался в соцсетях По поводу того, что Почему нет фильтра, почему нет скрубера Они говорят, ну, как бы А, необходимости такой нет Ну, извините У нас только что были слушания Буквально месяца полтора назад Бассьянова Там в проекте заложен Несмотря на то, что мы против фильтра Ну, там заложен и фильтр И против факела И там заложен и фильтр И скрубер Вот А нам говорят А почему на лесной тут Два факела горит Никакой защиты нет И все это идет прямотоком Они говорят А мы не видим целесообразности Слушайте, ну, поясните мне тогда Чем мусор на лесной отличается От мусора на Сьянова Чем Ничем А я вам могу сказать Чем отличается Потому что Сьянова Будет финансироваться За счет бюджета И они туда засунули Все по максимуму А лесная Финансируется сейчас За счет эксплуатантов Поэтому чем меньше Они туда вложат Тем лучше они будут себя чувствовать Поэтому еще раз Хотел повторить По лесной Есть данные По проекту По Сьянова Есть Мы имеем заражение Каширского водоносного горизонта Это подтверждено И необходимо проводить Масштабнейший аудит Уже вчера Не сегодня Не завтра Вчера Потому что мы не понимаем Что это травит Мы не понимаем Это от лесной уже натекло Мы когда разговаривали С проектантами Господин Трушин Нам говорил Я оцениваю Баланс Фильтрата На 10 гектаров Сьянова Ну где-то От 600 до 800 тысяч тонн От 600 до 800 тысяч тонн Содержится И у нас северный склон Под лесной Который не изолирован Он точно такой же Он чуть-чуть Буквально меньше Но там Если в Сьянова Еще есть какой-то Глиняный замок Как-то было обустроено То северный склон На лесной Это бывший Выработанный карьер Это вам любой человек Который живет С 80-го года На лесной Он вам это подтвердит Люди еще есть Которые даже ездили Кирпичи покупали У ХБК Вы понимаете Поэтому этот полигон Помимо того Что он перегружен Он эксплуатируется С максимальнейшими Нарушениями Его необходимо Срочно закрывать Срочно Пока мы не встали С вами Жертвами И не заполнили Наше кладбище Спасибо Аплодисменты Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok